ребята всем привет это настя короче я решила дальше снимать влоги о своем путешествии о своем переезде в польше в польшу когда я снимала там как я ездила наглого какие у меня были трудности и так дальше и потом уже начались видео там больше разговорные и мне хотелось бы тоже потом по архиву смотреть как вот развивается моя жизнь и как вы знаете то что у нас сейчас война стране и к сожалению мы вынуждены оставаться здесь но из-за того что в польшу приехала очень огромное количество людей сейчас невозможно снять квартиру невозможно найти какую-то работу уже 100 процентов будут забиты переполнены и мы решили ехать дальше я буду снимать этот месяц подготовки документы переезда и опять это все рассматриваем на данный момент австрию я в германию категорически не хочу после моего чудесного приключения полгода короче ребята сейчас у меня в доме живут беженцы из моего города они тоже снимают видосы кстати и так на часах 11 вечера мы забрали матрас и там еще коцы разные для того чтобы передать дальше на границу потому что мы уже получили матрасы и все остальное тоже помощь от волонтеров вот это же либо классный район там кстати фотостудия где-то на редагера 8 там где я раньше работала вот и сейчас едем на вокзал едем на вокзал забирать женщину отвозить ее в дом польской женщине другой собственно там на пару ночей и после чего завтра ночью получается я отвожу людей которые живут со мной на данный момент тоже беженцы из украины из моего города они едут дальше и в понедельник с утра я отвожу эту женщину которую сегодня забираем очень сложно объясняю в аэропорт так что будет весело интересно и дальше также продолжаем работать сегодня тоже с насти созванивались по поводу австрии короче все очень запутано очень сложно нужно подготовиться и не сделать такой же ошибки как однажды я приехала в польшу без денег то есть это может тоже затянуться все на пару месяцев так что неизвестно как она там будет ставим сам уход и едем опять на заход и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если говорить о войне в моей стране, то в Черкасах вчера тоже сбили бомбы. Во Львове сегодня, ну не во Львове, а там под Львовом, 10 километров от границы с Польшей тоже сбили. 30 ракет выслали на них, 8, к сожалению, смогли попасть. Морально выснажена, морально я очень сильно устала, но надо бороться дальше, как-то двигаться, что ли. Тоже снимать ролики, потому что я себя сейчас заставляю, в принципе, снимать. Нужно как-то возвращаться в видеоблогинг, потому что, во-первых, это архив, во-вторых, может я кому-то буду полезна. То есть, может, кому-то моя история чем-то поможет. Так, между жабкой и поездкой домой я выбрала прогулку на другую остановку, потому что погода прекрасная, на улице тепло. Смотрите, какой костел. Это район Воля в Варшаве называется. Кстати, вы знали то, что поляки каждое воскресенье обязательно ходят в костел, молятся там, не знаю, что они там делают. Вот, но, может, даже прикольная какая-то традиция. В воскресенье в Польше всегда все закрыто, открыты только жабки. Женщина попробовала зайти в костел, а там закрыто. Кстати, насчет того, как относятся в Польше к русским. Началась какая-то дискриминация к белорусам тоже, но люди почему-то не понимают, что эти русские-белорусы точно так же убегали от своих репрессий, от репрессий своих президентов. Хотя Польша, наверное, единственная страна, которая действительно вот настолько сильно приняла нас, помогла нам. Боже, как же красиво. Очень, очень сильно красиво. Я не хочу никого обидеть. Поляки мне тоже всегда помогали, только поляки. То есть никакие не украинцы вообще даже и близко не стояли. Украинцы всегда у меня только с ними одни проблемы были. Я сама из Украины, и полтора года назад, когда я приехала в Польшу, мне не то, что никто не помогал, то меня постоянно подставляли, делали какое-то дерьмо. И до сих пор пытаются на меня некоторые люди определенные найти какую-то информацию, там еще что-то. Боже, это пожалуйста. Типа, ищите сколько нужно. Я, слава богу, чиста, и у меня нет никаких проблем. А если они и будут, я обязательно об этом расскажу в видео, как я ходила вот в полицию, как я, скорее всего, пойду еще в прокуратуру, потому что там дело чуть-чуть могут сейчас сделать определенное. Я думаю, что я сниму на эту тему видео отдельное, потому что так дальше продолжаться не может. На самом деле идти достаточно страшно, потому что уже час ночи, а это прага. На самом деле иду в маске, потому что безумный холод. Короче, приехал автобус, как-то разобрались, посадила людей. Так что, Лера, Наташа, если вы смотрите это видео, я надеюсь, все хорошо, потому что на самом деле я даже их постель не складываю, потому что я переживаю то, что могут начать обстреливать границу там или тот же Львов, чтобы им было куда вернуться. Да, выгляжу я, конечно, уставший, замерзший. Короче, как я говорила, постель не складываю. Очень хочу есть. Но, блин, мы постоянно ели только сладкое. Итак, в общем, я уже Варшава-Соломея, или как это называется. Я тут раньше на ракове работала. Вот, было очень интересно. Хорошая такая работа, конечно, была связана у меня с очень много. Вот, сейчас заберу женщину, и мы будем отправляться в аэропорт. Такие справы. Вот, район здесь, конечно, прикольный. Все интересно выглядит. Такой, знаете, загород. Все, друзья, провела я эту женщину. Она оставила мне подушки, одеяло для беженцев. Это заберу с собой. У меня там еще тоже немножко накопилось. Короче, надо найти сейчас свой автобус. И вообще хрен знает, где он на самом деле. Но я очень сильно люблю аэропорты. Тут особенная атмосфера, особенно в Шопен. А вот он мне напоминает, блин, мой приезд сюда. И все, я очень счастлива. Короче, буду сейчас ехать домой, надо поработать. А потом будет встреча с Линой, и будем думать дальше, что делать. Вот мы встретились с Линой, я прострелила в Симае. Ну, карлик, карлик пострелила. Нет, тихо, вот мы встретились с своей подружкой. Вот, где она? Вот она. Вот, так что мы сейчас в Терция Любава, Черкаська область. Очень много украинцев на самом деле. Город Варшавы, черноскому. Сейчас моя рынка. И мы, короче, идем гулять. Скажи, Шепшеная, поставь на три ступеньки нынки. Я скажу, что нужно валить сюда. Не езжайте, уже обращала релага.